Беседа первая. О кресте и разбойнике, о втором пришествии Христа и о непрестанной молитве за врагов. Сегодня Господь наш Иисус Христос на кресте, и мы празднуем, чтобы ты знал, что крест – праздник и духовное торжество. Прежде крест служил именем наказания, а теперь стал почетным делом. Прежде был символом осуждения, а теперь знаком спасения. В самом деле, Он стал для нас причиной бесчисленных благ. Он освободил нас от заблуждения. Он просветил сидящих во мраке. Он примирил нас, бывших во вражде, с Богом. Он сделал друзьями отчужденных. Он сделал близкими бывших далеко. Крест – уничтожение вражды. Он – охрана мира. Он стал для нас сокровищем бесчисленных благ. Итак, благодаря кресту мы уже не блуждаем в пустынях, потому что познали истинный путь. Уже не обитаем вне царства, потому что нашли дверь. Не боимся огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Благодаря кресту мы уже не вдовствуем, потому что получили жениха. Не боимся волка, потому что имеем доброго пастыря. Я, говорит, добрый пастырь, благодаря кресту мы не трепещем перед тираном, потому что находимся около царя. Вот почему мы и празднуем, совершая память креста. Так повелел праздновать ради креста и Павел. Посему станем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порокой лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос саклан за нас. Видишь, каким образом повелевает он праздновать ради креста. На кресте принесен жертву Христос, а где жертва, там уничтожение грехов. Там примирение с Господом, там праздник и радость. Пасха наша Христос саклан за нас. Где, скажи мне, заклан на высоте помоста? Необычен жертвенник этой жертвы, потому что и жертва необычайная, и небывалая. В самом деле, один и тот же был и жертвой и священником. Жертвой был плотью, а священником – духом. Один и тот же приносил и был приносим плотью. Послушай, как изъяснил то и другое Павел. Всякий первосвященник, говорит он, от человеков принимается, поставляется. Поэтому и нужно ему, чтобы что-то приносить за себя. Вот сам он приносит себя. А в другом месте говорит, что Христос однажды принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится для ожидающих его спасения. Здесь он принесен, там принес себя. Видишь, как стал он и жертвой, и священником, а жертвенник был крест. Почему же, скажем, жертва приносится не в храме, а вне города и стен? Чтобы исполнилось пророчество, что причислен к беззаконным. Почему же закалается он на высоте помоста, а не под кровом? Чтобы очистить воздушное естество. Посему на высоте, не под простирающейся кровлей, а под кровом неба, очищался воздух, когда на высоте приносился жертву агнец. Но очищалась и земля, потому что на нее капала кровь из ребра. Для того не под кровлей, для того не в храме иудейском, чтобы не утаили жертвы иудеи, и ты не подумал, что он приносится только за один этот народ. Для того вне города и стен, чтобы тебе знать, что жертва всеобщая, что приношение за всю землю, чтобы ты знал, что очищение всеобщее, не частное, как у иудеев. Иудеям Бог повелел оставить всю землю и приносить жертвы и молиться в одном месте, потому что вся земля была нечиста, так как на ней носились дым, гарь и всякие другие зловония от языческих жертв. А нам теперь, так как пришедший Христос очистил всю вселенную, всякое место стало местом молитвы. Поэтому и Павел смело увещевал, безбоязненно молиться везде, говоря, и так желая, чтобы на всяком месте произносили молитву мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. 1 Тимофея 2.8 Видишь, как очистилась вселенная? На всяком месте мы можем воздевать святые руки, потому что вся земля стала святее внутреннего святилища, храма. Там приносилась бессловесная овца, здесь же духовная. А насколько больше жертвы, настолько больше и освящения. Поэтому-то крест есть празднество. 4.38 Хочешь знать и другое совершенное им крестом дело? Он отверз нам сегодня рай, остававшийся заключенным слишком пять тысяч лет, потому что в этот день, в этот час Бог ввел туда разбойника, означая этим два совершенное им дела. Одно, что он отверз рай, другое, что ввел разбойника. Сегодня он возвратил нам древнее отечество, сегодня опять привел в отечественный город и даровал обитель всему человеческому естеству. Сегодня, говорит, со мною будешь в раю. Что говоришь? Ты распад и пригвожден и обещаешь рай? Да, говорит, чтобы ты познал на кресте мое могущество. Так как печально было зрелище, то чтобы ты обратил внимание не на естество креста, а познал могущество распинаемого. Он совершает на кресте это чудо, особенно обнаруживающее его силу. Не мертвого скрешая, не морю и ветрам повелевая, не демонов изгоняя, а будучи распинаем, оскорбляем, оплевываем, поносим, бесславим. Он мог применить порочную душу разбойника, чтобы ты видел его могущество в обоих случаях. Он привел в смятение всю тварь, потряс скалы, привлек и удостоил честь и душу разбойника, которая была в бесчувственные камни. Ныне, говорит, со мной будешь в раю. Херувимы, конечно, охраняли рай, но Христос, владыка и херувимов. Пламенный меч был в руках их, но Христос имеет власть и над пламенем, и гиеной, и над жизнью, и смертью. Конечно, ни один царь никогда не согласился посадить вместе с собой разбойника или какого-нибудь другого раба и ввести его таким образом в город. А Христос это сделал. И, входя в священное Отечество, вводит с собой разбойника, не попирая и не без чести рая стопами разбойника, а напротив прославляя рай, потому что честь рай иметь такого владыку, который и разбойника делает достойным райского блаженства. Когда он ввел в царство небесное мытари и блудниц, то сделал и это не без чести его, а напротив почтил, показав, что Господь небесного царства так могуществен, что и блудницы мытари делают столь славными, что они являются достойными тамошней чести и награды. Подобно тому, как мы особенно дивимся врачу, тогда, когда видим, что он освобождает от недуга людей с неисцелимыми болезнями и возвращает им здоровье, так точно следует удивляться и Христу, когда он врачует неисцелимые раны, когда мытари и блудницу приводят в такое состояние здоровья, что они оказываются достойными небес. Но что такого обнаружил, скажешь, разбойник, чтобы после креста получить рай? Хочешь, кратко укажу тебе доблесть его. Когда Петр отрекся долу, тогда разбойник исповедовал горе. Говорю, это не Петра порицая, да не будет, а желая показать величие души разбойника. Ученик не вынес угрозы ничтожной девушке, а разбойник, видя, как весь предстоящий народ кричит, беснуется и бросает хулы и насмешки, не обратил на них внимания, не посмотрел на видимое ничтожество распятого, но, проходя все это мимо очами веры и оставив ничтожные препятствия, познал владыку небес и, припав к нему, говорил, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое». Не оставим вниманием этого разбойника и не постыдимся взять в качестве учителя того, кого Господь наш не устыдился ввести первым в рай. Не постыдимся взять в учителя человека, который оказался прежде всей твари, достойным жительства на небесах. Но тщательно исследуем в отдельности все его поступки, чтобы нам познать силу креста. Не сказал ему Христос, как Петру, «Иди за мной и сделаю тебя лавцом человеков». Не сказал ему, как двенадцати ученикам, «Сядьте на двенадцати престолах». Так и бытии, когда сядет Сын Человеческий. Напротив, он даже не удостоил его совсем и слова. Он не показал ему чуда. Разбойник не видел невоскрешаемого мертвеца, не изгоняемых демонов, не видел повинующегося моря. Христос ничего не сказал ему ни о царстве, ни о гигиене. И однако разбойник исповедал его прежде всех, при том, когда другой поносил, потому что другой разбойник поносил его. А распят же был со Христом и другой разбойник, чтобы исполнилось пророчество. И с беззаконными причтен, потому что иудеи хотели затмить славу его. И везде, что они делали, оскорбляли его. Но истина сияла везде и возрастала через самые препятствия. Итак, другой разбойник поносил его. Видишь того разбойника и этого разбойника? Оба на кресте. Оба за разбойническую жизнь. Оба за нечестие. Но участь того и другого не одинакова. Один наследовал царство небесное, другой послан в Гиенну. Так и вчера. Ученики и ученик. Иудай 11. Те говорили, где повелишь приготовить нам тебе Пасху? А этот готовил предательство и говорил, что мне хотите дать, и я предам вам его. Те готовились к служению и к божественному тайноводству. А этот поспешил на предательство. Так и здесь. Разбойник и разбойник. Но один поносит, а другой поклоняется. Один хулит, а другой прославляет. И унимает хулителя, говоря, Или вы не боитесь Бога, Достойное по делам нашим приняли мы. Лука 23.40. 440. Видишь дерзновение разбойника, Видишь дерзновение его на кресте, Видишь любомудрие во время мучения и благочестия при наказании. Кто не поразится, видишь, что он сохранил присутствие духа, Что он остался в разуме, будучи пронзен гвоздями. Но он не только сохранил присутствие духа, Но и забывая себя самого, Заботился о спасении других. Став учителем на кресте, Когда с упреком говорил, Или ты не боишься Бога. Не обращай внимания, говорит он, на земной суд. Есть другой, невидимый судья. Есть суд неподкупный, Не смотри по этому, что он осужден на земле. Небесный суд не таков. Здесь на земном суде и праведники осуждаются, И неправедные избегают наказания, И виновные освобождаются, И невинные наказываются, Потому что судьи волей-неволей много погрешают, Или не ведая правды и поддаваясь обману, Или хоть и знают, Но произносят часто приговор, Будучи подкуплены деньгами. В небесном же суде нет ничего подобного. Бог судья праведный, И суд его выйдет как свет, Не затемняемый ни мраком, ни неведением. Так и за опасение, Чтобы тот не говорил ему, Что Христос осужден земным судом. Он возвел его к суду небесному, Напомнил ему о том страшном судилище, Говоря как бы так, Смотри туда, И ты не произнесешь осуждающего приговора, Не станешь на сторону распленных земных судей, Но с верой примешь суд на небе. Видишь, любомудрие разбойника, Видишь его благоразумие и мудрость, Тотчас с креста он переселился на небо, Затем сильно порицая другого разбойника, Говорит, Не боишься, что мы осуждены на то же. Что значит осуждены на то же? На то же самое наказание. Не накрестили и ты. И так упрекая другого, Ты прежде чем его порицаешь себя. Потому что как тот, Кто находится во грехах, Порицая другого, Порицает прежде чем того себя, Так и находящийся в несчастье И ставящий в укор другому несчастье, Укоряет прежде чем другого себя самого. На то же осуждены. Он читает им апостольский закон, Евангельские слова, Гласящие, Несудимы да несудимы будете. На то же осуждены. Что ты делаешь, разбойник? Стараясь защитить его, Вот и делаешь его общником-разбойника. Нет, говорит, Я уничтожаю такую мысль Следующими словами. Дабы ты не подумал, Что через общение в мучениях Он сделал его общником греха, Он присоединил поправку, Говоря, Мы получили достойное По делам нашим потерпели. Видишь совершенное исповедание? Видишь, как он на кресте Освободился от грехов? Скажи, Твои беззакония прежде И оправдаешься. Никто не принуждал, Никто не насиловал его, А сам выставил себя На поругание, говоря, И мы осуждены по правде, Ибо достойно По делам нашим пострадали, А он же не сделал Никакого зла. И после этого говорит, Помяни меня, Господи, Во царстве Твоем. Он не осмелился сказать прежде, Помяни меня, Во царстве Твоем, Чем сложил через исповедание Тяжесть грехов. Видишь, что значит исповедание? Исповедал и отверз себе рай, Исповедал и получил столь великое дерзновение, Что просит царство после разбоя. Видишь, причиной, Скольких благ служит для нас крест. Ты вспоминаешь о царстве? Что же такого ты видишь, Что напоминал обо нем? Скажи мне, Видны гвозди и крест. Но самый-то этот крест, Говорит, Есть символ царства. Потому называю его царем, Что вижу его распинаемым на кресте, Так как долг царя Умереть за подвластность. Он сам сказал, Пастырь добрый душу свою полагает за овец. Так точно и добрый царь Полагает свою душу за подвластность. Посему, Так как он положил душу свою, То я и называю его за это царем. Помяни меня, Господь, В царстве твоем. 442 Видишь, как крест является символом Царства небесного. Хочешь знать другие тому доказательства? Христос не оставил его на земле, А поднял его с собой И вознес на небо. Откуда видно это? Оттуда, что он имеет Прийти с ним во второе славное Своё пришествие. Чтобы ты знал, Какая честь подобает кресту. Для того он назвал его и славою. Но посмотрим, Как он придёт с крестом. Необходимо привести этому доказательство. Если скажет, говорит, Вот, в потаённых местах Христос, В пустыне, Не выходите. Говорит так о своём втором Славном пришествии Ввиду лжехристов, Лжепророков и Антихриста. Чтобы кто-нибудь, заблудившись, Не попался последнему. Так как прежде Христа Придёт Антихрист, То чтобы кто-нибудь, Ища пастыря, Не попался в волку, Для того указывайте Признак пришествия пастыря. Так как первое пришествие Было тайным, То дабы ты не подумал, Что и второе будет таким же, Он дал этот знак. К тому пришествию, Естественно, Было быть тайным, Потому что он пришёл Сыскать погибшего. Но то будет не таково. А как же? Скажи. Ибо как молния исходит от востока, И видна бывает даже до запада, Так будет пришествие Сына Человеческого. Он яйца всем за раз. И никто не будет иметь Нужды спрашивать, Здесь или там Христос. Подобно тому, Как при появлении молнии, Мы не имеем нужды спрашивать, Явилась ли она? Так, когда совершится Пришествие Христова, Для нас не будет нужды Исследовать, Пришёл ли Христос. Но вопрос в том, С Крестом ли придёт Он? Мы не забыли обещание, Выслушай поэтому следующее. Тогда, Говорит, Когда? Когда это? Тогда. Когда придёт Сын Человеческий, Тогда солнце померкнет, И луна не даст света своего. Такого-то будет тогда Изобилие света, Что и самые блестящие звёзды Станут невидимы. Тогда звёзды спадут, Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Видишь, Сколь велика сила Знамение Креста, Солнце помрачится, И луна не будет видна, А оно является и блестает, Дабы ты знал, Что оно светлее Солнца и луны. И подобно тому, Как при вступлении В город царя, Воины, взяв так называемые Знамёна, Несут их на своих плечах, Предвозвещая вход царя, Так и при исхождении Господа с небес Предшествует воинство Ангелов и Архангелов, Неся на раменах Знамение Креста, И возвещая нам Царское его пришествие. Тогда силы небесные Поколеблются, Говорит об ангелах, Трепет охватит их Тогда и великий страх. Почему, скажи мне, Страшен будет тот суд, Потому что вся природа наша Должна будет судиться И предстоять страшному судьи. А почему ангелы боятся И трепещут? Ведь не они будут судиться. Подобно тому, Как когда судит начальник, Не только подлежащий ответу, Но и стоящий вблизи воины, Не сознавая за собой Никакой вины, Боятся и трепещут Из-за страха перед судьею. Так и тогда, Хотя будет судима Наша природа, Но и не сознающие за собой Никакого преступления ангелы Будут бояться Вследствие крайнего страха, Внушаемого судьею. Но для чего явится тогда крест? И для чего спаситель придет с ним? Для того, чтобы распявшие его Познали свою собственную неблагодарность. Для того именно он и показывает им Самый этот символ их бесстыдства. А что для этого он принесет его? Послушай пророка, Который говорит, Тогда восплачутся все племена земные, Видя обвинителя И сознавая свой грех. И что ты дивишься, Что он придет с крестом, Если он покажет, Тогда и самые даже раны Возряд, Говорит пророк, На того, Которого пронзили. Подобно тому, Как сделал он с помой, Желая уничтожить неверие ученика, И по воскресенье Показал ему знаки гвоздей и язвы, Говоря, Вложи руку твою И посмотри, Ибо дух плоти костей не имеет. Так точно и тогда он покажет Раны и крест, Дабы показать, Что он есть тот, Который был распят. 443 Но не только крест, Но и самые слова, Сказанные на кресте, Являет неизреченное Его человеколюбие. Распинаемый на кресте, Подвергаясь при этом Осмеяниям, Поруганиям И заплеваниям, Он говорит, Отче, Прости им грех, Ибо не знает, Что творят. И распинаемый Молится за распинателей, Хотя те, Напротив, Говорили, Если Сын, Ты Божий, То садись с креста И уверуем в Тебя. Не потому-то именно, Что Он Сын Божий, Он и не сходит со креста, Так и для того Он и пришел, Чтобы быть распятым за нас. Сойди, Говорится, Креста, И уверуем в Тебя. Это слова И отговорка неверия, Потому что восстать из гроба, К которому привален был камень, Было гораздо более великим делом, Чем сойти со креста. Извести из гроба Четверодневного мертвого Лазаря, Повитого пеленами, Так же было гораздо более великим делом, Чем сойти со креста. Итак, Они говорили, Если Ты Сын Божий, То спаси сам себя. Он сделал все, Чтобы спасти поносящих, Его говоря, Прости им грех, Не знает, Что творят. Что же, Отпустил им грех? Отпустил, Если они хотели каяться. А если бы Он не отпустил им греха, То Павел не сделался бы апостолом. Если бы не отпустил им греха, То не уверовали тотчас, Ни три тысячи, Ни пять тысяч. Ни бесчисленное множество. А что уверовало бесчисленное множество иудеев, Послушай, Что говорят апостолы Павлу. Видишь ли, брат, Как много иудеев уверовавших. Итак, Будем подражать Господу и молиться за врагов. Опять обращаюсь с этим увещанием. Сегодня уже пятый день беседую с вами об этом предмете. Не потому, Чтобы я заметил невнимательность с вашей стороны, Да не будет. А главным образом, В надежде, Что вы убедитесь моими советами. А если есть между вами жестокосердые, Дневливые, Злопамятные, Которые не внемлют сказанному о молитве за врагов, То, может быть, Они, устыдившись числом дней, Отложат как-либо свою вражду и злобу. Подражай своему владыке. Он был распинаем И обращался с молитвой к отцу за распинателей. Как, скажешь, Могу я подражать Господу? Можешь, Если желаешь, Потому что, Если бы ты был не в состоянии подражать, То как бы сказал Спаситель, Научитесь от меня, Ибо я кроток и смирен сердцем. Если бы невозможно было подражать, То не сказал бы Павел, Подражайте мне, Как я Христу. Если, впрочем, Ты не хочешь подражать владыке, То подражай сарабу, Разумею апостола Стефана, Так как и он подражал Господу. И как Христос, Среди распинателя оставив крест, Оставив все, Касающийся его самого, Умоляет отца за распинателей, Так и этот раб среди побивающих, Поражаемый всеми под ударами камней, Не обращая внимания на происходившее От этого страдания, Говорил, Господи, Не вмини им греха сего. Видишь, Как говорит Сын, Видишь, Как молится раб? Тот говорит, Отче, Прости им грех этот, Не знает, Что творят, А этот говорит, Господи, Не вмини им греха сего. А чтобы ты знал, Что он молится с усердием, Обрати внимание на то, Что он молится не просто стоя, Будучи побиваем камнями, А сказал свою молитву, Прекламив колено, С усердным, Сердечным сокрушением, И с великим состраданием. Хочешь, Укажу тебе и другого сороба, Который потерпел Гораздо больше, Чем этот. Павел говорит, Три раза Меня били палками, Однажды камнями побивали, Три раза я терпел Кораблекрушение, Ночи день пробыл Во глубине Морской. Что же затем? Молился, Говорит, Чтобы сам был Отлучен за братья Моих, Сродников Моих по плоти. Не желаешь ли Удивить еще и другого, Не в новом завете, А в ветхом. Это то всего И удивительно, Что там, Где не было повеления Любить врагов, А предписывалось Вырывать око за око И зуб за зуб, И за зло Воздавать одинаковым злом, Там дошли До апостольского Любомудрия. Послушай, Что говорит Моисей, Который многократно Побиваем был Камнями от иудеев И презираем. Если, Говорит, Не оставишь им грехи, То изгладь и меня Из книги жизни, В которую ты вписал меня. Видишь, Как каждый из них Предпочитает спасение Других Своему собственному спасению. Ты ни в чем Не согрешил. Так почему же Ты хочешь быть Участником В наказании Вместе с ними? Потому, Говорит, Что недостаточно Чувствуешь счастья, Когда страдают другие. Довольно для нас Этих примеров. А чтобы нам Совершенно Исправить себя, Постараюсь Представить Еще одного святого, Который Любомудрствует Об этом. Блаженный И кроткий Давид, Когда возмутилась Против него Все его войской И вооружив Сына его Вестолома Вручила Последнему власть И хотела Убить его. Затем, Когда Бог Разгневался За это, Ибо Что в том, Что Бог Привел Другой предлог Для избиения И посол Ангела с мечом, Чтоб поразить Народ с неба, То видя, Как все погибают, Что говорит он, Я пастырь Согрешил И я пастырь Зло сотворил. Да пусть Будет рука Твоя Обратиться На меня И на дом Отца моего. Видишь, Как сходны Добродетели И ветхом И в Новом Завете. Хочешь, Ухожу тебе Еще. Не затруднивусь Представить Еще одного, Который Любомудрствует Таким же образом. Пророк Самуил Был так Оскорблен, Отвержен, Пренебреженный Иудеями, Что Бог, Желая Утешить Его, Говорил, Не тебя Отвергли Они, Но меня. Что же Этот Уничиженный, Пренебреженный, Оскорбленный, Мне же Да не будет, Говорит, Сделать так, Чтобы перестать Молиться О вас, Господу. Он считал Грехом Не молиться За врагов. Да не будет Мне согрешить Так, Чтобы не молиться О вас. Христос Говорит, Отче, Отпусти им Грех, Не знают, Что творят. Стефан Говорит, Господи, Не поставь им Греха сего. Павел Говорит, Молился бы я, Хотел бы быть Отлученным За братьев Моих, Родных Мне по плоти. Моисей Говорит, Если не Простишим Грех, То изгладь Меня из Книги жизни, В которой Ты вписал. Давид Говорит, Да будет Рука Твоя На мне И на Доме Отца Моего. Самуил Говорит, Мне же Да не Будется Грешить Оставить Молиться За вас Господь. И так Скажи мне, Будем ли Иметь Какое Либо Извинение Мы, Когда и Владыка, И рабы, И святые Ветхо и Новозаветние Все побуждают Нас К молитве За врагов, Если станем Делать Противное И молиться Против Врагов. Не станем Делать Так, Братья, Увещеваю Вас, Не станем. Потому что Чем больше Примеров, Тем больше И наказания, Если мы Не будем Подражать Им. Молитва За врагов Больше Молитвы За друзей И последнее Не приносит Нам столько Пользы, Сколько Первое. Если Любите Любящих Вас, Вы не Делайте, Говорит Христос, Ничего Великого, Ибо Им. Итари Делают Так же. Так что Если мы Будем Молиться За друзей, То мы Еще Нисколько Не Лучше Язычников Им. Итари. А Если Будем Любить Врагов, То По Мере Сил Человеческих Становимся Подобными Богу, Который Солнцу Своему Повелевает Сиять На Злых И Добрых И Дождю Проливаться На Праведных И Неправедных И Так Будем Подобны Отцу. Будьте, Говорит Христос, Подобны Отцу Вашему, Который На Небесах, Чтобы Нам Удостоиться И Царства Небесного Благодатью И Человеколюбим Господа И Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа, Которому Слава И Держава Во Веки Веков Аминь.